Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наше занятие мы проводим в нашем ангарском тепличном хозяйстве. А помогать мне будет главный агроном тепличного хозяйства Елена Викторовна. Елена Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Елена Викторовна, насколько приятно март, а у вас уже начинают не только завязываться, но уже скоро, я думаю, и краснеете, и чернеете, и желтеть будут помидоры. И мне очень хочется, чтобы наши садоводы-любители видели, как правильно выращивать свои растения, чтобы в дальнейшем мы могли получать урожай не хуже, чем наши тепличники. Елена Викторовна, как вы считаете, мы это можем или нет? Конечно, конечно. Все зависит от человека. Все зависит не только от желания, а от соблюдения агротехники, от того, какие мы выберем семена, для того, чтобы в дальнейшем, ведь если плохие семена урожая, все равно мы не получим. От гибрида зависит, да. Да. Поэтому вот давайте мы поговорим с вами о том, что вы выращиваете. Вот наши садоводы-любители ежегодно проверяют у себя на участках новые сорта и гибриды томатов. И вот я, когда зашла в эту теплицу, меня немножко удивило, что мы с вами это делаем совершенно одинаково. То, что мы выращиваем, тоже и выращивает наше тепличное хозяйство. Расскажите, пожалуйста, о том, что новенького у вас в этом году на ваших грядках. Ну, дело в том, что рынок диктует, хочется людям разнообразия, поэтому мы тоже экспериментируем. У нас нынче гибрид лимончелло, значит, это кистевой мелкоплодный томат, черри, наоми гибрид, это темный. Нет, лимончелло, я вас немножко перебью, лимончелло, это крупная желтая сливка. Не крупная она. Примерно 100-120 грамм. Ну, посмотрим, посмотрим, как бы она, может быть, и крупноплодные черри, так получится у нас. Все зависит от того, как их выращивать. Пока, как бы, вот он себя ведет, где наши кисточки. Вот они. Не сильно крупные, да? Но пока это, видите, это далеко от черри. Да, да, да. Еще и с носиком. Ну, посмотрим. Значит, это еще будет гибрид Наоми. Расскажите поподробнее о Наоми. Наоми мы немножко знаем, потому что в прошлом году это было у нас на сорта испытаний, а в этом году, я смотрю, вы даже всю теплицу засадили этим гибридом. Значит, ну, как бы, чтобы больше был у нас выбор, не так, чтобы несколько, как бы, ящичков. Посмотрим, как будет себя он вести, как будет он идти в торговлю. Ну, а там уже решим, может быть, и увеличим площади. Наоми – это черный гибрид. Не все любят черное, но когда мы проверяли его в прошлом году, он оказался самым вкусным. Немножко необычно то, что черный цвет, но нас же интересует не цвет плода, а его вкусовые качества. Поэтому я надеюсь, что он будет полюбиться нашим. Да, он содержит больше ликопинов, более сладкий. Да, он более считается черный, более полезный. Еще вот я вижу здесь у вас, это тоже для нас не совсем новинка, это визувиус. Вот это вот черное, извиняюсь, это красное, черри, немножечко сливовидное. Ну, конечно, сортов и у вас много, и у нас много. Но самое главное, что надо прежде всего, чтобы, вот посмотрите, были такие здоровые растения. Для нас ведь самое главное, чтобы растения были здоровы. Я смотрю, они совершенно ничем не обработаны, значит, в дальнейшем они будут у нас экологически чистые. Что для этого требуется? Ну как, создать им условия идеальные для произрастания. Чтобы у них было достаточно питания, освещенности, влаги, всего. Ну, тогда у меня первый вопрос. Вот сейчас мы как раз начинаем выращивать рассаду. Многие рассаду уже начали выращивать в феврале, а на постоянное место будут высаживать аж в мае, а некоторые в июне. Как вы считаете, вот из этих растений можно будет получить урожай или нет? Ну, конечно, урожай будет не тот. Дело в том, что выращивать рассаду надо с того времени. Предположите то время посадки, когда у вас будет, отсчитайте, значит, 35 дней где-то примерно по томатам. Прикиньте несколько дней на всхожесть. И только после этого вы определите время посева. Спасибо, Елена Викторовна. Вы представляете, сколько времени у нас еще с вами впереди тем, кто высаживает на постоянное место в мае, а это самый крайний срок. Мы еще не знаем, какая у нас будет весна в этом году еще. Видите, как на улице холодно, как оттает земля, как она прогреется. Если мы говорили несколько лет тому назад, что рассада должна выращиваться 40-45 дней, то теперь мы уже говорим о чем? И 30, и 35 дней. То есть рассада будет крепкая, здоровая, поэтому совершенно не надо торопиться выращивать. И я даже посоветую тем, кто уже посеял на рассаду в феврале, а попробуйте посеять немножко позже, а потом сравните, какой у вас будет результат. Елена Викторовна, многие считают, что для того, чтобы вырцедить растение томата, ему надо очень много места. Вот я смотрю, что каждое растение у вас растет в одном мешочке. И в мешочке, наверное, не больше 10 литров. Да, да, да. И что, питания хватает? Достаточно. Ну, дело в том, что здесь у нас капельный полив, который обеспечивает, так как считается мелкообъемная культура, питание идет непосредственно из капельницы. И этот объем мешка нужен для растения только для того, чтобы корневая система там образовалась, и как бы она держалась. А питается она только из-под капельницы. Вот видите, Елена Викторовна, вы говорите нам всегда одно и то же, что достаточно для того, чтобы для одного растения каких-то 10 литров. Не надо делать широкие гряды. Для растений достаточно в теплице грядочка, ну, не больше 35-40 сантиметров. Самое главное, посмотрите, какие здесь проходы. Да. Это сколько примерно у вас проходы? Здесь где-то метр двадцать, полтора. Вот видите, полтора-два метра проход. Потому что растениям прежде всего нужно что? Нужен свет. Да. Чтобы они не затенялись. И тогда будет урожай. А земли, которая находится у нас под одно растение, достаточно совершенно небольшого количества. Но достаточно, чтобы было питание. Ну, наше тепличное хозяйство, конечно, выращивают на сбалансированных, хороших удобрениях. А мы с вами стараемся выращивать на хорошей почве. Лучше всего, конечно, это органика. И мы добавляем минеральное удобрение только в том случае, если земля у нас неплодородная и не хватает питания. Да. Вот если вы выращиваете как? В один стебель? Да, индотерминатные гибриды у нас. А что такое у нас индотерминатные? Которые растут в один стебель и не прищипываются на определенном стадии. И не имеют непрерывный рост. Ну, когда мы рассчитываем, какое количество растений должно быть в теплице, мы с вами рассчитываем как? Так, мы берем весь объем теплицы. И так как вы выращиваете примерно 10 месяцев, да? Да, это у нас продленный оборот. Это у вас продленный оборот. Это они выращивают, берут 2,5 растения на квадратный метр. Ну, у нас лето короткое. Мы выращиваем летом, когда солнышка много, и примерно 3 растения на квадратный метр. Но мы берем на объем теплицы. И для садоводов-любителей, конечно, можно порекомендовать выращивание и в 2 стебли. Да. Но давайте поговорим о том, что значит вырастить растения в 2 стебли. Мы же впускаем дополнительную кисточку. Где с вами? Вот посмотрите, как хорошо видно. Вот это у нас на оме. Видите, как идет кисточка за кисточкой. Ведь очень часто жалуются наши садоводы-любители. Завязались одна-две кисточки, а дальше не завязывается. А здесь, посмотрите, все абсолютно кисточки. Вот она маленькая еще. Вот она. А уже завязалась. Вот дальше уже завязывается. Это от чего все-таки зависит? Во-первых, от того, как растет растение. Вовремя получает питание, урожай, получает достаточно света. Потому что если идет много пасмурных дней, то кисти могут опадать. Особенно первые кисти, которые в раннее время у нас наливались. Вот, смотрите, первая кисточка, вот она. Она плохо сформирована, да, и уже пошла вторая. Ей не хватило света. Кроме этого, значит, формирование плодов еще зависит от температуры. Если у вас будет очень высокая температура при завязываемости уже непосредственно плодов, выше 35 градусов, у вас произойдет, значит, как сказать, она у вас стерилизуется, пыльца, и плоды не завязываются. Не завяжутся. Еще я должна сказать, если переросшая рассада, если переросшая рассада у вас никогда не завяжется. Вот обратите внимание на то, вот посмотрите, сколько листиков, и уже появилась первая кисточка, за день идет вторая. Если мы в феврале высадили рассаду, что у нас произойдет? У нас листики будут идти не 10-11, а, может, 15-16 листиков. Потом появится кисточка, которая будет стерильная, и она не завяжется. Поэтому, смотрите, не высаживайте, не сеете рано. Впоследствии вы не получите такого количества завязываемых кистей. Значит, давайте посмотрим. Вот у нас идет первая кисточка. Вот, если нам надо два стебля, мы первую кисточку, первый пасынок, который у нас завяжется, мы, Лена Викторовна, покажите, где у нас под первой кисточкой. Под первой кисточкой. Под первой кисточкой мы даем дополнительный пасынок. Остальное все мы с вами убираем. Он удаляется, да. Когда мы выращиваем два стебля, мы все-таки экономим семена. Ну, тогда не три надо садить, а меньше. Мы тогда считаем на количество не растений, а на количество стеблей. Стеблей, да. Да, тогда если мы в теплицу нам надо, мы рассчитали, что нам надо 100 растений, то мы сколько? Только 50. То есть урожай мы можем получить такой же, а может быть, даже немножко повыше. Лена Викторовна, ну вот я смотрю, что очень хорошо ухожено у вас растение в том отношении, что пасынки, которые вы убираете, даже не видно никаких ранок. Поэтому, наверное, это очень важно, как можно раньше. И вот посмотрите, у вас вот пасынок идет дополнительно, идет главный стебель и дополнительный пасынок. Его надо оставить или все-таки его лучше убрать? Нет, естественно, он будет убран. Потому что у нас идет формирование в один стебель. Дополнительное формирование побегов мы делаем только уже гораздо позже, где-то примерно в июле месяце, потому что нам надо сначала собрать основные кисти. И в дальнейшем посмотрим, как у нас будет по урожайности. У нас еще, значит, по технологии опускания стебля еще до низу. То есть это где-то будет он у нас 6-8 метров. То есть вы отвязываете и припускаете их? Нет, вот он у нас уже приспущен. Он уже приспущен у нас, чтобы больше у нас кистей образовалось. После этого мы его перекинем через шпалеру и еще опустим стебель до низу. То есть у нас, поскольку посажено очень рано... Поскольку вы имеете кистей на одном растении? Ну, здесь получится, что уже, смотрите, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Где-то будет до шпалеры. Ну и где-то примерно столько же будет, пока он у нас не опустится до низу. Там мы его прищепнем. И после этого мы можем еще, как по времени посмотрим, нам будет хватать, еще запустить на двух растениях один побег, чтобы не загустить растения. То есть вот для садоводов-любителей, посмотрите, мы можем в течение лета иметь вот такое количество стеблей. И наша цель для того, чтобы все абсолютно кисточки у нас завязались. Мы находимся в теплице, конечно, в которой там Наоми находится, Лимончелло, Визувиус. Но столько же, сколько и наше тепличное хозяйство выращивает сортов, столько же выращивают и наши садоводы-любители. Это и Митридат, и Физума, и Филинта. И много каждый год выращивает новых растений. Я благодарю Елену Викторовну за то, что мы все-таки у вас хоть чуть-чуть, но получились. До свидания, уважаемые теледрители. До свидания, Елена Викторовна. Субтитры подогнал «Симон»!